Вот так звонко и задорно ансамбль из поселка Бизина звучит уже 25 лет, а начиналось все с четверых мальчишек и руководителя-энтузиаста. Анна Григорьевна когда-то самостоятельно научилась играть на баяне, а потом освоила и ложки. Дети, которые приходят, мальчики, им хочется что-то такое. Вы сами знаете, что мальчишки некоторые не хотят петь же. Они хотят, что там или играет на чем-то или что. Поэтому я начала придумывать сама. Думаю, ну-ка я возьму ложки. Ну и все. Создала первый ансамбль. В Лошкаре у меня четыре мальчика было вначале. Пришли четыре мальчика. Я сама просто училась дома. Представляете, сама дома. И потом с ними. Вслед за мальчиками пришли девочки. Сейчас у веселых ложек три возрастных группы. Впервые берут в руки инструменты еще малышами в 4-5 лет. У нас добрый репетитор по лошкам. И он всегда поможет. Веселая, добрая, озорная. Она любит с нами заниматься. Начинать с Азов несложно и весело. Самые несложные движения – это когда мы играем, держим ложки в одной и в другой руке и играем вот такие простые движения. А вот когда две ложки в руке – уже трудно. Пальцы с непривычки болят нешуточно. Но ребят этим не испугать. Веселые ложки лауреата международных конкурсов трижды снимались в программе «Играй гармонь». Сменилось уже несколько поколений. А Анна Григорьевна неизменно с ними. Придумывает новые постановки. Она сама по себе, да, человек такой вот именно доброжелательный, добродушный. И ребятишки к ней, естественно, тянутся. Понимаем друг друга вот с полуслова. Иногда, знаете, она заикнется или я. Иногда даже вместе заикнемся. Вот надо так сделать. И как-то у нас уже вот работает в одном направлении. Анна Григорьевна провела в Бизино почти всю жизнь. Работала воспитателем, музыкальным руководителем, а потом пришла в местный дом культуры. У нее двое детей, пятеро внуков и любимая работа. На заслуженный отдых в свои 70 не собирается. С ложками веселее. Ну, остаются самые стойкие, самые выносчивые ребятки. Вот. Ну, не знаю, чем я привлекаю, но идут дети и с удовольствием занимаются. Анастасия Терехова, Михаил Курич, Котобольское время. Анастасия Терехова, Михаил Курич, Котобольское время.